Доброго настроения! Добрый вечер, Иван Иванович! Я плохо знаю ситуацию в театральной жизни, потому что я бываю здесь каждый год, но так получается, что ненадолго, на несколько дней, 3-4, от силы 5 дней. Вот, и, ну, я подумал о том, что, ну, что же просто так вот, я приезжаю, ну, да, с друзьями встречаемся, да, выпиваем мы, да, да, может быть, на Волгу съездить один раз удается. Ну, можно же как-то по-другому провести это время. Тем более, что такой сезон, ну, у меня лично был такой очень напряженный сезон, 4 новых работы, вот, и я как-то в таком запале остановиться еще не могу. И как-то не понимаю, когда нет работы, нет репетиций. Поэтому я с нетерпением жду завтрашнего дня, когда у нас, наконец-то, мы все встретимся. Кто-то говорит, если Дом кино, то, да, может быть, не будет спектакля живого, а просто покажет запись. Ну, нет, это не так. Не беспокойтесь. Будет спектакль тот же самый и, более того, в том же самом составе, как и вышло на премьере в 90-м году. То есть, 26 лет назад вышел этот спектакль и 15 лет, как мы его уже, к сожалению, не играем. Ну, я думаю, что, конечно, какие-то определенные потери, может быть, и будут связаны с возрастом, может быть. Но жизнь, я надеюсь, прибавила нам мудрости, вот, и что-то, какие-то новые нюансы появятся. Вот ваш театр для Саратова всегда был каким-то феноменом. То есть, в какое-то время театр существовал, но на него не обращали внимания власти и, скажем так, не уделяло должного внимания администрации. Сейчас театр не существует, но спектакль его по-прежнему востребован, и зритель ждет вашего приезда в город. Вы чем-то объясняете такое совпадение, такой феномен? И, может быть, где-то в других городах или в мире есть подобные ситуации? Ну, честно говоря, я не припомню так, чтобы театр на бумагах так официально не существовал, но в то же время, что-то время от времени делал вместе. Не знаю, может быть, и есть. Ну, юбилеи, это понятно, когда юбилеи встречаются, что-то вспоминают. И поэтому мы еще так захотели, чтобы это было никакой не дати. И, в общем, вроде бы совершенно никакого смысла. Если вы начнете спрашивать, какой смысл, я вам вряд ли хорошо, внятно отвечу. Просто написал поэт Пастернака «Быть живым, живым и только, живым и только до конца». И это, конечно, самое главное. И для человека вообще, и для художника, конечно, прежде всего, это главная задача – оставаться живым. И вот мы время от времени все-таки проверяем, победит ли все-таки жизнь или смерть. Или, как у Хармса сказано, жизнь победит смерть неведомым никому или способом. Выросли уже внуки у наших первых, так сказать, поклонников. Поэтому мы очень хотим, чтобы приходили... Понятно, что первым делом придут те, кто уже видел спектакль, может быть, даже несколько раз. Но мы очень хотим, чтобы они приводили детей и даже внуков. И вроде бы, как мне говорят, судя по покупке билетов, так и происходит, что берут по четыре, по пять билетов. Вот, то есть, понимаете, это очень интересно, когда папа или мама не просто рассказывают, ах, вот такой театр был, но теперь уже его нет. И вот уже, к сожалению, вы это никогда не увидите. И в видеозаписи они, в общем, ничего не передают, самая главная атмосфера в спектакле не передают. А тут вот подарок для этих папы, мамы или там уже бабушек и дедушек. Удивительно еще и то, что за это время коллектив остается единым целым, не распался и продолжает собираться вновь. Что держит людей? Ну, секрет, я думаю, был замес крутой, очень крутой замес. И, конечно, до создания театра, наверное, лет 10 у меня были разные студии, вот, самодеятельные. Вот, и там по одному, по два человека, да, оставались, заканчивали там институт театральный, возвращались ко мне. Вот, поэтому, конечно, отбор был очень серьезный. И, вы понимаете, я прежде всего по человеческим качествам набирал. Для меня на первом месте стоит, ну, чтобы мы как-то были совместимы, как-то одной кровью были. Ну, и на самом деле это была такая семья. Сейчас понятно, что очень в разных сферах работают актеры, вот, и мы очень редко видимся. И основная проблема будет, конечно, не только акробатические трюки, хотя они в достаточной мере присутствуют в спектакле. Вот, а уже все-таки годы берут свое, как говорил мой дедушка. Вот, но самое главное – это снова стать командой. За короткий такой срок, за промежуток, да, и стать командой, несмотря на то, что мы сейчас, каждый живет какой-то своей разрозненной жизнью. Вот, если это случится, я надеюсь, это произойдет, значит, произойдет и чудо 16 августа. Какие-то новые проекты готовите для Саратова? Ну, да, мы, да, обсуждаем это все. Конечно, очень хотелось бы сделать новую работу. Ну, вот, вот, вот этот самый организационный фактор, конечно, очень мешает. У каждого там свой режим и трудно. Даже вот москвичам, конечно, очень трудно собраться. Но мы что-то делали. Мы делали так читки для узкого круга публики. Вот, и имели большой успех. Вот, и, значит, сейчас вот Скородумов Виталий сыграл спектакль «Осенний крик ясли» по стихам Бродского. И этот спектакль был у нас в репертуаре. Сейчас он поменялся, в связи там пространства другое несколько. Хотя у нас были совершенно разные пространства. Вот, и вот он завтра приедет, значит, мы будем смотреть помещения, которые более-менее подходят. И вполне возможно, что это будет в художественном училище. Там какой-то интересный, вроде бы, есть подвал или полуподвал. Вот, это как раз то, что сейчас нужно для этого спектакля. Город, конечно, родной. И самое главное, что нас здесь держит и тянет, почему назад, сюда, это, конечно, наш зритель. Как меняется ваш зритель? Вы знаете, так как мы редко встречаемся, Но три года назад, вот, когда мы играли, да, на 25-летие нашего театра в СГУ, в клубе СГУ, я понял, что, в общем, зритель как-то, несмотря на то, что жалуется, что там что-то перестали читать, ну, как-то он врубается серьезно так и понимает какие-то очень тонкие вещи. И, как ни странно, было очень много молодежи, и они очень так реагировали бурно на наши там фрагменты из спектакля. Вот. Поэтому, мне кажется, ведь, когда рождался спектакль, очень часто было такое там жуткое какое-то непонимание. Ко мне приходили зрители, да, я помню, какие-то тетеньки, объясните нам, что это такое. Мы ничего, мы ничего не поняли. Вот. Ну, сейчас, конечно, да, тогда был театр абсурда. Это все-таки еще в советское время, это еще до 91-го года мы сыграли. Конечно, театр абсурда был несколько непонятных. Сейчас наша жизнь превратилась в такой сплошной абсурд, что Хармс становится, в общем-то, слишком реалистическим автором. И вот это меня даже смущает. Я думаю, надо вот, когда мы соберемся, что-то подпустить чего-то такого абсурднее, чем то, в чем мы живем. Но это сложно. Давайте перейдем на ваш опыт работы в мастерской Петра Фоменко. Многие говорят о том, что у актеров этого театра есть какой-то свой стиль. Тяжело было перестраиваться или переучиваться, подстраиваться? Каково было овладевать старым и знакомым искусством в новой форме? В основном его называют «легкое дыхание». Ну, то есть Петр Наумович умел сделать там очень сложное простым, а простое – легким, а легкое – красивым, воздушным. Он был еще скрипач, музыкант, он очень хорошо слышал спектакль, выстраивал его несколько по музыкальным законам. Вот, кстати, вот вчера был День памяти, 4 года как ушел, это великий мастер. Вот, и от нас, от нас всех, в общем-то. Вот, это такая пока что невосполнимая потеря для нашего театра. Вот, но многое, очень многое было близко. И когда еще там в 90-е, в начале 90-х годов, такая была Алина Селикашвили, ведущая на радиокультуру. Вот, и она приезжала специально в Саратов посмотреть наш спектакль, там театр. Потом делала на радиокультуру в Москве передачу о театре. Вот, а она говорила, что театр совершенно выдающийся на европейском уровне, вот, один из самых лучших театров. И говорила о том, что, ну, вот с вами может тягаться только театр Фоменко. И вы, в общем, близки. Мне важно было очень работать с этим человеком. И мне повезло, и 9 лет мы каждый день общались. За исключение. Началось, что это все-таки смешечные отношения, правильно? Да, конечно. Кстати, мы познакомились с Петром Наумовичем Фоменко в Саратове. Вот, он приезжал на премьеру спектакля в Стюзе. Потом была встреча с театральной общественностью. Потом выпивание за кулисами в гримерке. Причем в моей гримерке, в которой я сидел, когда работал в Саратовском театре юного зрителя. Вот. И это была очень теплая встреча. Мы познакомились, пообщались. Потом он поздравлял нас с 10-летним юбилеем. Прислал такое радиообращение там, да, записал. Вот. И, конечно, когда мы встретились, в общем-то, уже как близкие люди. А когда поговорили уже конкретно, то оказалось, что вкусы очень сходятся. И поэтому он мне предложил вот работать над спектаклем «Три сестры». И потом я уже там и завис. Да, остался. Да. Но от него было оторваться трудно. Как вы думаете, ощущение, что все одна команда, оно как-то передается публике? Ну, самое главное, это, конечно, любовь. И на этом был построен театр. Я не успевал, не уставал повторять актерам, да, что прежде всего это любовь к зрителям, любовь к зрительному залу перед тем, как вы выходите на сцену. В общем-то, это по завету Михаила Чехова. Но я обращал на это особое внимание. И, конечно, зрители это чувствовали. Эту энергию любви, эти потоки, которые со сцены, или там не со сцены, часто были мы. Не на сцене, а в каком-то сарае или что-то такое. Но это зрители ощущали. Я думаю, что за этим они и придут 16 августа тоже. Я вас приглашаю. Приходите, мои дорогие, родные, хорошие, любимые, 16 августа в Дом кино в 19 часов. Если все билеты будут распроданы и не хватит места пришедшим, мы даже пойдем на то, чтобы повторить это 17 числа. Ну, это, наверное, вряд ли, но это я на всякий случай говорю. И, может быть, 18 числа, 18 августа состоится спектакль «Осенний крик Ястреба» по произведениям Бродского в исполнении Виталия Скородумова. Я вас очень жду, и мы все актеры, весь театр АТХ вас ждет. Большое спасибо за интервью, Иван Иванович. Ну, а всем зрителям телеканала «Саратов-24» я напоминаю, что спектакль театра АТХ состоится в Саратове 16 августа на площадке Дома кино в 19 часов вечера. На этом программа «Эксклюзив» и я, Мария Карманова. С вами прощаемся. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»